Добрый вечер! Долгожданное событие в жизни православных брещан. Город над Бугом посетил митрополит Минский Ислуцкий, патриарший экзарг всей Беларуси Павел. Пути развития строительной отрасли в частности и региона в целом. Председатель Брестского госполкома Константин Сумар посетил предприятие «Брест жил строй» и ответил на вопросы сотрудников и горожан. Занавес последнего спектакля «Белой вежи» опущен. В Бресте подведены итоги международного театрального форума. Готовь сани летом! Насколько Брестское городское ЖКХ готово к зимнему отопительному сезону? Об этом и не только мы расскажем вам прямо сейчас. Минувшая неделя для Брестского региона была по-настоящему насыщенной. Город над Бугом посетили делегации из разных уголков мира. Однако для православных брещан одним из главных событий стал визит главы Белорусской православной церкви, патриаршего экзарха всей Беларуси Павла. В течение трех дней митрополит Минский Ислуцкий посещал Брестские храмы, общался с прихожанами, встречался с трудовыми коллективами и, конечно же, молился за мир и спокойствие, которые сегодня царят в Синеокой. Свой визит в Брестскую епархию глава Белорусской православной церкви начал с официальной встречи с губернатором региона Константином Сумаром. О том, как прошла поездка, а также о ее итогах смотрите в первом материале выпуска. Официальный визит митрополита Минского Ислуцкого патриаршего экзарха всей Беларуси Павла в Брестскую епархию начался со встречи с руководством региона. Глава области Константин Сумар во время открытого диалога выразил уверенность, что этот визит в наш край будет не последним. Председатель облсполкома уверен, совместные инициативы духовной и светской власти на территории Брестского региона будут реализовываться регулярно. Ведь несмотря на то, что область граничит с католической Польшей, 80% жителей считают себя православными. Константин Сумар неоднократно подчеркивал, в области делается все, чтобы каждый верующий мог чувствовать себя спокойно и имел возможность прийти в храм, чтобы побыть наедине с собой и со своими мыслями. А вера сохраняется за счет особенной преемственности поколений и искренней любви к своему краю. Та история, то отношение к православию, оно передается с поколения в поколение. И, конечно же, та вера в предков, которые жили до нас, которые созидали до нас, которые строили определенные фундаменты, закладывали вот нашу дальнейшую жизнь на пути, она как раз и является той преемственностью, которая идет сотнями и сотнями лет. Губернатор региона и глава Белорусской Православной Церкви сошлись во мнении о том, что именно сегодня вера является главным способом морального воспитания общества. Те ценности и жизненные устои, которые сегодня проповедуют православие, полностью совпадают с нормами поведения, которые считают важными белорусы. Около 80%, где-то с 8% люди, когда спрашивают, кто он, то они называют себя православными верующими. Это очень хорошо. То есть основная масса как раз на территории живущего населения Бреста, Брестской области, это, конечно же, именно православные люди. И православная церковь здесь играет очень такую, я считаю, хорошую и значимую роль и в плане воспитания, и в плане какой-то, может быть, наведения определенного дисциплинарного такого парадка. У нас столько дел, у нас столько непочатых дел, которые нам еще надо начинать и продолжать, и делать. И поэтому каждый будем делать. Мы должны всегда помнить, что мы живем в одной стране. Или говоря другим языком, мы плывем по жизни в одной лодке. И поэтому чего мы будем делить? Наша задача – доплыть до этого берега, до Царства Божьего, до Царства Небесного. Поэтому будем созидать. Вечером того же дня глава Белорусской Православной Церкви совершил всеночное обдение в Свято-Симеоновском кафедральном соборе. Приезд в Брестскую епархию главы Белорусской Православной Церкви был событием особенно важным. Люди из разных уголков Брещины спешили на службу, чтобы хотя бы раз в жизни помолиться вместе со своим духовным настоятелем и поблагодарить Бога за все хорошее, что мы сегодня имеем. В день памяти заступника земли Берестейской святого Афанасия в городе над Богом прошел крестный ход. С самого утра во дворе кафедрального собора было особенно многолюдно. Молодежь, люди постарше, дети. Все они собрались, чтобы вместе помолиться заступнику и покровителю Брестского края, святому преподобному ученику Афанасию. Первый раз, да. Поэтому для меня это очень важно, очень большое событие, прикоснуться, чтобы благословение получить, чтобы вообще понять все до конца суть всего. Я не первый раз на крестном ходу. Мне кажется, после того, как пройдешь этот этап, казалось бы, там небольшой, в душе люди испытывают какую-то радость духовную. Я, слава Богу, не первый раз уже иду. Это пройти этим крестным ходом, это вообще такое дело большое и для себя, и для твоей семьи, и для всего города, для всех наших людей, жителей города Бреста. Потому что преподобному ученику Афанасию Гуменбрест, это покровитель нашего города, он очень пострадал за веру нашу православную, и мы должны очень эту веру хранить, беречь, своим детям, внукам это все передать. Это очень большое дело для города нашего. Вместе с восходом солнца люди отправились в путь. Дорога предстояла не близкой, однако благодаря искренней молитве каждый метр преодолевался легче, а на душе становилось теплее, несмотря на прохладную сентябрьскую погоду. Каждый год, чтобы принять участие в памятных мероприятиях, в Брест приезжают тысячи православных. Не стал исключением и 2014-й. Крестный ход растянулся на несколько сотен метров. Спустя чуть более часа в Свято-Афанасьевском мужском монастыре состоялась божественная литургия. Вместе с православными за мир и спокойствие на нашей земле в этот день молился и настоятель Белорусской Православной Церкви. Белорусской Православной Церкви А я лягушка-объедушка, ротик большой, животик пустой. Пусти меня жить! Буду тело, сытно и вкусно. После праздничного выступления митрополит Минский Ислуцкий Павел пообщался с детьми и вручил им небольшие подарки. С особым волнением встречи с духовным наставником ждали родители малышей и сотрудники центра, которые не понаслышке знают, что такое настоящие трудности и как научиться с ними жить дальше. Ждем мы от него в большей степени духовной поддержки, напутственных слов каких-то, потому что нашим родителям, нашим сотрудникам это очень нужно. Мы работаем с очень тяжелой хронической патологией, которую за один день не вылечишь, а иногда не вылечишь и вообще. Поэтому здесь духовная составляющая идет наравне с лечебной составляющей, с медицинской, с педагогической составляющей. На подобного рода мероприятиях мы не были, это впервые и нам очень понравилось. Я считаю, что такие встречи нужны, тем более нужны в первую очередь родителям, конечно, родителям особенных детей, потому что нужно понимание, нужна какая-то поддержка со стороны властей и со стороны духовенства. И только по итогам визита, пообщавшись за эти дни с сотнями людей, предстоятель Белорусской Православной Церкви скажет, как искренне он полюбил Беларусь и ее многострадальный народ, который через столетия несет в своей душе огонек любви и искреннюю веру в Бога. Митрополит Павел уверен, что еще не раз посетит наш регион и надеется, что эта встреча будет не последней. Сегодня меня искренне порадовала и вчера, и позавчера Брестская епархия. Вы знаете, очень много делается хорошего, доброго. Самое важное, что сегодня делается, это совершается везде молитва, совершается богослужение, строятся храмы, преображаются души человеческие. Так, проезжая всю страну, хочу сказать, что словами псалмопевца Давида, который говорил от востока солнца до запада, хвально имя Господне. Везде прославляется у нас Белоруссия имя Господне. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Виктор Халявка, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. На текущей неделе руководитель области Константин Сумор посетил коммунальное унитарное производственно-строительное предприятие «Брестжилстрой». Особое внимание в рамках рабочей поездки было уделено непроизводству. В этой сфере «Брестжилстрой» уверенный лидер, давно и успешно выполнивший техническое переоснащение. В центре внимания создание бытовых условий для рабочих, а также трудовая дисциплина. Именно от этих факторов зависит эффективность работы каждого члена коллектива, а значит и общая производительность. Именно они – основа экономического усовершенствования, которое никогда, каким бы сильным ни было предприятие, не будет лишним. Подробности в материале Анастасия Стропко. Активная модернизация на предприятии началась около пяти лет назад, и за этот период в техническое переоснащение завода крупнопанельного домостроения было вложено более шести миллионов евро. Такая масштабная работа запланирована и проведена не зря. Продукция конкурентоспособна и по качеству, и по цене, а чистая прибыль преодолела рубеж в 60 миллиардов белорусских рублей. Прожил строй, сделал революцию у себя за последние пять лет по модернизации своего производства, по внедрению новых технологий. А вот когда мы говорили экономическое, я почему пошел по обслуживающим цехам? Потому что мы говорим, что надо все-таки, чтобы была не только дисциплина, это то, что касается коммерческой модернизации, но надо, чтобы была соблюдалась технология. И самое главное, мы работали на внедрении новых каких-то подходов, в которые будут включать снижение затрат. Вот это самое главное. И как раз в этом плане коллектив Брежилстроя, он по всем направлениям идет, я считаю, сейчас впереди. Своевременно вложенные инвестиции позволяют руководству предприятия сегодня с уверенностью смотреть в будущее и строить планы на долгосрочную перспективу. Тем более, что задумок действительно много. Среди них и строительство домов нового типа, и поиск выходов на новые рынки сбыта продукции и экспорта услуг. И сегодня модернизация, это не значит то, что мы сделали на заводе. Модернизация должна быть ежегодно, ежечасно, потому что иначе этим живет коллектив. Поэтому ближайшая перспектива действительно разработка нового проекта, нового дома, потому что все это уже неактуально. И мы просчитали рынок, что сегодня высотный дом, особенно в Российской Федерации, он очень востребовательный, потому что на малой земле построили много квадратных метров, значит, совсем другой эффект. Это первая задача, которую мы поставили перед собой. Вторая задача дальше развивать наше производство. Мы сегодня практически дом укомплектовали своим продукцией, это изделия, это оконные блоки, значит, в ближайшее время перспективы уходные двери. Потому что останется только те материалы, которые действительно не производятся в Республике Беларусь. Планы на будущее предприятия, в частности, и области. В целом губернатор региона Константин Сумар обсудил на встрече с трудовым коллективом «Пресс-жилстроя». Вопросы, которые задавали сотрудники организации, в основном касались строительства и благоустройства родного края и города над Бугом. Новая концертная площадка, парковочные места и даже воспитанность у культуры берестейцев. Ни одно из обращений не осталось без обстоятельного ответа. Константин Сумар не раз подчеркивал, что именно благодаря таким встречам можно оперативно узнать о проблемах, которые больше всего волнуют жителей края, и найти варианты их решения. В любом коллективе, какая бы это отрасль ни была, с людьми очень хорошо встречаться, потому что тут и здесь не только интересно, но ты чувствуешь, например, пульс не только жизни вот этого коллектива, а чувствуешь определенный пульс жизни того города, в котором находится этот коллектив, а значит и нашей экономики. Поэтому я всегда рад встрече с людьми, еще больше рад, когда задают много вопросов, и вопросов даже, которые не должны быть касаться, может быть, вот той отрасли, в которой этот человек работает, а вопросов и развития в целом региона, где эти люди проживают. После встречи с трудовым коллективом «Брестжилстроя» в рамках единого дня информирования губернатор региона также провел и личный прием граждан. Более 20 обращений охватывали различные сферы жизнедеятельности – от установки световых домофонов в квартирах людей с нарушениями слуха и льготной оплаты коммунальных платежей до наведения порядка в одном из садовых товариществ города над Бугом. Но были на приеме и те, кто пришел не за решением проблемы, а с благодарностью за уже проведенную работу, что является одним из главных доказательств необходимости проведения подобных встреч. И что особенно важно, с каждым разом таких благодарственных обращений становится только больше. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Узнать подробнее об услугах, которые помогут поддержать организм в тонусе. Эти, не только ярмарочные предложения, были доступны берестейцам в рамках форума. В течение трех дней экспозиция радовала бричан и гостей города над Бугом своими яркими и насыщенными мероприятиями. О том, какой была выставка-ярмарка и в чем ее отличие от предыдущих, узнаем из материала Анастасии Ноздрин-Плотницкой. Ежегодный международный форум «Содействие здоровому образу жизни» уже давно не нуждается в рекламе. Выставка-ярмарка закрепила за собой уверенный имидж одного из наиболее ярких мероприятий республики и области. Десятая юбилейная ярмарка стала по-настоящему зрелищной. Многочисленные торговые и информационные площадки, лекции и свободные консультации специалистов. Все это могли найти брещане и гости города над Бугом в зале легкоатлетического манежа. Представители областной вертикали власти уверены, форум будет существовать и дальше. Для этого используются все возможные ресурсы. Мы считаем, что вот такая популярность этой ярмарки, она достигнута за счет того, что организаторы ежегодно учитывают пожелания людей, и мы постоянно стремимся для себя выработать, что еще новое, полезное для людей. Мы могли бы представить здесь на выставке, имея вот такие возможности, именно работы в рамках зала выставочного, выставочного комплекса. Выставка-ярмарка – плод длительной и кропотливой работы сотрудников Брестского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Представители данного ведомства являются также членами организационной коллегии. Знаменательно, что один из дней форума здоровья выпал в этом году на главный профессиональный праздник санитарных врачей региона. В том, что выставка-ярмарка не просто состоялась, но и собрала огромное количество гостей, есть и их непосредственная заслуга. Хотя мы занимаемся надзором за нашими предприятиями и организациями, мы их консультируем, мы их учим. Мы сегодня занимаемся и санэпиднормированием, и государственной регистрацией, и сангек-экспертизой, и другими направлениями работы, но пропаганда здорового образа жизни – это как раз то, я считаю, самое важнейшее направление нашей работы. Поэтому и проурочено наше 70-летие к этой 10-й международной выставке-ярмарке. Плюсы форума здоровья очевидны. Посетители не только знакомятся с разнообразными натуральными и лечебно-профилактическими продуктами питания, гомеопатическими препаратами, фито-биовитаминами и минеральными комплексами, но и медицинской техникой, которую можно использовать в домашних условиях. Также выставка дает возможность получить консультацию медицинских специалистов по волнующим вопросам, измерить артериальное давление или даже пройти некоторые обследования. Кроме того, представители большого количества спортивных секций, организаций, фитнес-клубов и центров с удовольствием рассказывали о предоставляемых спортивных и оздоровительных услугах. Мы участвуем в выставке уже не первый год, и очень приятно, что нас приглашают, людям нравится, и мы видим, что это интересно людям и полезно. Каждый человек задумывается над своим здоровьем, о том, кем он хочет быть, задумывается о своей физической форме, ну и о духовном тоже состоянии, это тоже немаловажная составляющая. Интересуются как дети, так и взрослые, поэтому видно это в глазах людей, что они горят этим, приходят, занимаются, пробуют, нравятся. И нам тоже очень приятно, что мы приносим пользу нашему обществу, нашему городу. Ну, это дарит радость не только людям, но и нам, что мы полезны друг другу. В рамках выставки-ярмарки «Содействие здоровому образу жизни» были подведены итоги многочисленных конкурсов. Международный фестиваль по декорированию и дизайну «Золотая кисть», «Брестний курящий город», смотр-конкурс творческих работ по пропаганде здорового образа жизни среди работников учреждений здравоохранения. Одним из наиболее ярких состязаний стало первенство «Здоровая семья», победителем которого стала дружная семья «Сирыч» из города Бреста. Много лет назад, когда мы были студентами с мужем, занимались в горнозуристическом клубе «Цитадель» при БИСИ. И вот этот образ жизни, интересный, спортивный, с поездками, с участием в конкурсах, мероприятиях, соревнованиях, передали своим детям. Сына с 7 лет, который был первым, я его водил на секцию по хоккею. Конечно, он хотя хоккеистом не вырос, но на сегодняшний момент у него были и хоккей занимался он, потом греб на байдарках. Но сегодня действительно фигура здоровья, цель, которую мы и добивались. Наши родители очень активные, но также дети от них не отстают. Мы тоже стараемся, занимаемся спортом, ходим тоже в наш горно-туристический клуб «Цитадель». Мама с папой волейболом занимаются, Антон ходит на секции, и Тёмка наш маленький тоже ходит. Ну, стараемся. Ежегодно выставка меняется, предоставляя более современную информацию о том, как сохранить своё здоровье. Однако неизменной остаётся главная задача – привлечь к здоровому образу жизни всё больше людей. И с ней организаторы выставки-ярмарки справляются на отлично. Анастасия Наздрин, Плотницкая, Виктор Халявка, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Встретить суровые холода во всеоружии. Именно такая задача стоит сегодня перед предприятиями области и города, ответственными за подготовку к зимним реалиям. В этот список входят такие организации, как «Брест Энерго» и «Газоаппарат», электротехнический завод «Брест Бетхим» и другие, обеспечивающие самое необходимое в студенную пору – поступление тепла в жилые дома, учреждения здравоохранения и другие социально-культурные объекты. Пожалуй, первую скрипку в подгодовительном забеге по всем фронтам играют предприятия Брестского городского жилищно-коммунального хозяйства. Какими темпами идет подгодовительная кампания к осенне-зимнему сезону и готовы ли коммунальники дать отпор зимнему близкригу, расскажет Виктория Драгобецкая. Отопительный сезон не за горами. Следуя этой простой истине, работники Брестского котельного хозяйства на протяжении лета меняли и прокладывали тепловые сети, обеспечивали запас резервного топлива. Словом, делали все необходимое, чтобы встретить зиму в полной боевой. Уже сегодня главные вестики тепла могут вздохнуть спокойно. Подготовка к зиме достигла кульминационной точки. Все теплоисточники получили паспорта готовности и проложено более 10 километров тепловых сетей. Осталось лишь завершить работы по трем объектам на улицах Жукова, Орловской и Северной. На днях поздарм работ коммунальщиков развернулся в микрорайоне Граевка, где их и застала наша съемочная группа. Два из этих объектов, это Орловская и Жукова, 17, это объекты под благоустройство ЖРЭЛ. Значит, это я подчеркнуть хочу, что проделан большой объем работы, состыкованы два проектных решения и благоустройство, и замена тепловых сетей для нормального процесса этого всего строительства. Значит, ну, в принципе, мы уже готовы на 90%. В городе произведены подготовки всех центральных тепловых пунктов, а у нас их 113, к работе в зимних условиях. Начиная с 2004 года мы практикуем замену старых устаревших бойлеров в трубчатом исполнении. Только в этом году произведена замена 9 таких бойлеров на пластинчатые. Освоено порядка миллиарда денежных средств, из них 700 миллионов бюджетных и 300 миллионов брестское котельное хозяйство потратило собственных средств. Аварийно-восстановительные службы укомплектованы всеми материальными средствами и необходимыми запасными частями. Очередной фронт подготовительных работ развернулся в многоквартирном доме на улице Халтурина. На этот раз за завинчиванием труб и заменой теплощетчиков мы застали работников ЖРЭУ. К слову, на обслуживании этой организации находится ни много ни мало, порядка полутора тысяч домов, 75% из которых подключены к центральному отоплению. В плане успеваемости к пушкинской паре ЖРЭУ, так же как и котельное хозяйство, вышло на финишную прямую. Во всех 13 ЖЭСах подписаны паспорта готовности, завершен ремонт тепловых узлов и бойлеров. Осталось дело за малым – в течение месяца поменять окна да с кровлями разобраться. На сегодняшний день осталось еще немножко доделать кровли, пока стоит тут погода, и стыки стеновых панелей. Я думаю, эти работы мы тут практически до конца месяца все завершим, и будет жилфонд подготовлен полностью. На сегодняшний день примерно на подготовку к зиме затрачено около полтора миллиарда рублей. Это имеется в виду на все работы, связанные по текущим ремонту, по подготовке к зиме. Предприятие «Брестводоканал» в числе тех, для кого масштабная подготовительная кампания закончилась ранней осенью. Уже в начале сентября водозаборы, канализационные насосные станции, очистные сооружения и другие объекты, которые находятся на его балансе, получили паспорта готовности. Мы произвели ряд работ, которые были запланированы в мероприятиях по промывке сетей водопровода, а этих сетей у нас более 600 километров, промывка канализационных коллекторов, то же самое. В целом все запланированные мероприятия по промывкам на сегодняшний день тоже выполнены. По ремонтным работам, пожарным гидрантам, колонкам, то же самое, задвижкам, профки, ремонт и обслуживание, все обслужены. Значит, вопросов нету. Я думаю, что в целом в зиму войдем мы нормально, и в этот зимний период предприятие сработает так, как положено. Замыкающей организацией в дружном параде предприятий, готовящихся к зимним реалиям, стал «Коммунальник». Заместитель генерального директора жилищно-коммунального хозяйства Андрей Пролиско рассказал нашей съемочной группе, готовы ли коммунальники встретить студенную зимнюю пору. На предприятии «Коммунальник» подготовлено 55 единиц техники, способной обеспечивать зимнюю уборку дорог, и заготовлено порядка 25 тысяч тонн песко-соляной смеси. Из опыта, можно сказать, что городу на зимний период необходимо порядка 30 тысяч тонн такой песко-соляной смеси для подсыпки и борьбы с говолевом. Как и в прошлом году, поддержать состояние городских дорог и тротуаров на помощь коммунальникам придут сторонние организации, а также сотрудники госавтоинспекции. Возвращаясь к тени подготовки организации Брестского городского ЖКХ к снегопаду и холодам, можно уверенно сказать, что сегодня они готовы дать отпор зимнему близкригу. Виктория Драгобецкая, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Под звуки музыки и бурные аплодисменты накануне завершил свою работу 19-й международный фестиваль театрального искусства «Белая вежа». 24 творческих коллектива из 13 стран мира в этом году радовали искушенную брестскую публику яркими спектаклями, необычными формами, новыми жанрами и сюжетами. Форм уже давно стал изюминкой Бреста и с каждым годом собирает все больше и больше ценителей театрального искусства. Отгремели фанфары, опустела сцена, однако началась новая работа – подготовка к следующему, 20-му юбилейному фестивалю, о ярких моментах «Белой вежи-2014», о ее героях и фаворитах в следующем материале выпуска. Открытие «Белой вежи» ежегодно является одним из главных мероприятий сентября. Каждый год театральный форум удивляет чем-то новым и необычным. Театральный праздник ценители этого вида искусства ждут с нетерпением. Лучшие мировые постановки можно посмотреть и оценить, не выезжая из родного Бреста. Желание увидеть любимых артистов своими глазами порой заставляет выстоять большую очередь, чтобы получить заветный квиток на постановку. Билеты чаще всего покупаются заранее. За несколько недель до открытия кассы уже пусты. Вот это, конечно, праздник. Я взяла билеты почти на все спектакли. В прошлом году я была на всех. У меня даже места были все время одни и те же, в одном и том же ряду. И такой, как критик. Ну, со стороны такие впечатлений, конечно, очень много. Очень много таких, ну, интересных было спектаклей в прошлом году. Много таких противоречивых. Ну, сейчас я ожидаю, наверное, более интересных спектаклей, чем в прошлом году. Для Бреста событие замечательное, великолепное. Посмотрите, помимо Беларуси, 12 стран, целая дюжина к нам приехала. Вот, то есть международное общение, открытие новых связей, контактов. Ну, как сказали бы французы, что мы, наш город имеет шанс. То есть нам действительно повезло с этим фестивалем. Мне кажется, они не очень значимы. Я вообще очень люблю эти фестивали. И всегда стараюсь посещать. И сегодня пришла данное открытие. И удалось взять билеты на премьерный спектакль «Проделки Ханумы». Поэтому жду только положительных эмоций и прекрасного фестиваля. В этом году «Белая вежа» открылась спектаклем Национального академического драматического театра имени Горького «Проделки Ханумы». Постановка о судьбе свахи, которая отличается особой прозорливостью и мудростью. А по пустякам никогда не отчаивается. Грузинский дух делает эту театральную работу еще более насыщенной. Даю уроки. Обучаю музыке хорошим манерам. Так, да. Так, я не слышал. Князь Сурлова, Матяшин, Матский, работает. Каждый год новые артисты и коллективы удивляют своими поистине оригинальными постановками зрителей. В этот раз на Брестской сцене дебютировал театр из Казахстана. Несмотря на то, что международные скептики уже долгое время пророчили фестивалю «Белая вежа. Скорый уход в небытие», форум, наоборот, только усиливает свои позиции. Члены организационного комитета форума уверены, если 19 раз удавалось не просто организовать небольшие мероприятия, а настоящий фестиваль, значит, театральный праздник будет жить. И радовать своих гостей только эксклюзивными спектаклями еще не одно десятилетие. «Видно то, что видно для людей. Поэтому весь вот эти фестивали, которые мы проводим как «Белая вежа», или «Январский вечер», другие фольклорные фестивали по регионам, они как раз наоборот нравятся людям, люди идуть, и это надо приветствовать. Это наша культура, это наша история. И я думаю, что это наше будущее. Хочу сказать, и для злых, и для хороших языков фестиваль был, есть, будет он долго, долго, долго». Целую неделю Брест жил удивительными историями, которые рассказывали на четырех городских площадках театральные коллективы с мировыми именами. Лучшие спектакли, знаменитые артисты, известные постановки. Со всем этим брещане и гости города над Бугом знакомились с 12 по 19 сентября. Закрывала фестиваль драма Уильяма Шекспира, которому в этом году был посвящен форум. Зимняя сказка удивила публику своей интерпретацией в исполнении Государственного профессионального театра юного зрителя имени Нодара Тумбадзе из Грузии. «Брестская публика будет ждать новых героев». «Брестская публика будет ждать новых героев». «Это очень высокотребовательная публика, которая воспитана на протяжении уже почти 20 лет. И, конечно же, требования к отбору спектаклей, они предъявляются самые высокие. Ну а то, что в этом году фестиваль проходил, скажем так, или был задуман именно в честь 450-летия Шекспира, и мы увидели Шекспира очень разным. Это показывает, насколько сегодня необычно вот это вот театральное искусство, куда, в каком оно направлении движется. И благодаря фестивалю мы видим те тренды основные художественного развития театрального искусства, которые в ближайшие годы, наверное, рассветут и будут радовать зрителям». Главным и наиболее интригующим моментом стало подведение итогов. Профессиональные жюри, в числе которого театральные критики и журналисты, вынесли свой вердикт. Гран-при фестиваля увез коллектив из Литвы. Постановка книга Иовы оказалась лучшей. Фестиваль удался. Итоги подведены. Сейчас самое время начать работу над 20-м юбилейным фестивалем. «Судя по словам критиков, прозвучавших сегодня на итоговой конференции, судя по обсуждениям, я думаю, что фестиваль удался, и он как бы достиг того апогея, которого мы хотели. Это 20-й юбилейный фестиваль, где будут собраны все победители предыдущих фестивалей. Ну и, естественно, какие-то новые имена тоже будут». «Достойные все постановки, достойный спектакль. И сейчас такой трогательный, душераздирающий, трагический сюжет. Ну, в общем, мы вообще часто посещаем «Белую вежу», поэтому довольны и желаем еще новых постановок, новых гостей». «В общем-то, я в хорошем впечатлении. Я смотрела «Ю», петербургский спектакль, очень понравился. В этом году это первый спектакль, на который я пошла в «Белую вежу», потому что я не успела купить билетов. Я сама не брестская, поэтому так получилось. А вообще, это уже не первый год я прихожу, я знаю, когда начинается уже этот фестиваль. И, конечно, я с удовольствием прихожу на спектакль и люблю». Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук. Специально для итоговой программы. Вы смотрели итоговую программу «Букинформы». Это все то, о чем хотели рассказать вам наши корреспонденты. А я напоминаю, на канале «Бук-ТВ» работает горячая телефонная линия. Звоните по номеру 20-63-67. Делитесь своими проблемами, и мы попытаемся найти способ решить их. Если вы не успели посмотреть программу «Букинформ» в эфире нашего канала, у вас есть возможность увидеть ее на сайте «Бук-ТВ.Бай». Познавательные, важные, актуальные темы, просмотр заинтересовавших вас сюжетов. Все это вы найдете на сайте нашей телекомпании «Бук-ТВ.Бай». Далее в программе прогноз погоды на ближайшие дни. А я, Татьяна Романюк, с вами прощаюсь. Продуктивных вам выходных дней с добрыми новостями и до встречи в эфире. В воскресенье, 21 сентября, Брещино будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. Сформированного во влажной воздушной массе. Пройдут кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха ночью плюс 9,11. Днем максимум составит 13-15 градусов со знаком «плюс». В понедельник, 22 сентября погода будет формировать малоподвижная система активных фронтальных разделов. Ожидается резкое ухудшение погодных условий. Ночью местами, днем на большей части территории дожди. Местами сильные дожди, возможно грозы и порывистый ветер. Температура воздуха ночью плюс 10-12. Днем воздух прогреется до плюс 14-16 градусов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин